что ребят в понедельник именно в этом месте у нас начинается ремонт демонтаж и прощание со старым сейчас неделя пройдет и все уже уже увидите как будет красиво так друзья мы сегодня с леной решили немножко рассказать вам о процессе нашего ремонта это планировка на которой мы остановились было четыре варианта привет что у нас наконец-то уже этот долгожданный момент потому что сегодня ребята мы наконец-то празднуем окончание нашего мега грандиозного проекта который мы назвали ремонт с ермиловой да этот ремонт все-таки завершился и сегодня сюда придут все те кто принимал в этом участие все те кто помог вот этой красоте произойти но сейчас у нас последние приготовления потому что наши новые партнеры сегодня принесли нам очень много всяких вкусных угощений поэтому все проверяем готовимся поглощать поднимать бокалы и праздновать ну что по моему уже все собрались пошли я немножко волнусь потому что это официальное открытие и окончание проекта ремонт с ермиловой спасибо вам всем огромное при огромное эта комната была дико испорчена всем потому что мы что-то с сбили покрасили короче какой-то такой ужас ее превратили и она у меня была такой депрессионная именно то есть вообще не знала что тут делать и поэтому я написала быстро лени как-то сообщение и говорю ленчик приди пожалуйста переставить стол у нас здесь так офигенно так круто и мне плевать что такое модно или не модно я знаю что вот это это мега я очень этим горжусь и сейчас прям прошу людей проходить сюда вот без надобности даже дадите пожалуйста подождите здесь вот и это круто ребят вы офигенно классные талантливые пусть у вас у всех все процветает пусть вас блин вселенная заброта образа бросает счастьем клиентами энергии деньгами вообще просто всем потому что это правда очень круто мне я вам искренне благодарна спасибо вам за это счастье за то что вот вы помогли мне стать еще сильнее я надеюсь что я помогу вам тоже всем чем смогу и силой тоже простите пометные дипломчики вот и сейчас буду вручать конечно сначала моей подруге елену петре эдгар я в компании вручила спасибо спасибо тебе большое любовь на веке ромб у дроне спасибо катюши да долго теперь тебя наблюдать так олечка тебе спасибо так и алина алинчик с ольгой я познакомилась через интернет через ее ролики на ю тубе спичи оригинальная которая она вела в машине и вот с этого времени я стала и слушать данная картина делалась на заказ специально вот этот интерьер дизайнер елена петрецкого дала направление тему в которой нужно нарисовать и картина родилась специально для этого стиля ну скажи мне ты довольны тем что у нас получил да я довольна все что нам у нас получилось а ты поняла все таки как 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 это произошло нет я не поняла как это произошло оно произошло как во сне нечаянно что у нас была самая тяжелая вообще в этом все прошли честно говоря для меня знаешь что пролетело вообще как мгновение пол пол вот как дизайнер какие ты наверняка тоже из каждого каждая работа какой-то обновь как он приезжали за ног понимаешь как здесь сложно вынести этот опыт потому что изначально когда мы ввязались в эту авантюру мы понимали что материал этот новый инновационный с ними с ним еще никто не работал и какой может быть результат никто как бы ну не обещал не прогнозировал то есть показали один образец который сделан было в их условиях он нам как бы подошел и по цвету и по фактуре мы дали окей но как сработать с этим материалом может быть мы не получили как бы правильные технические какие-то задания рабочие которые работали с этим материалом не совсем были уверены как оно должно было быть и поэтому получилось вот такой процесс я для себя поняла что мы протупили в том что нам настолько уверенно она все красиво презентовала что мы с тобой просто на это повелись вот я считаю что нужно было чтобы она сама приехала вот это то что меня как бы в этой ситуации больше чем не понравилось что приехали бы и проконтролировали этот процесс если технология была не такой простой как даже я согласна когда ты берешь какой-то новый процесс новый какой-то продукт ты покупаешь у новой компании ты уже покупаешь у них не только именно материал но и ассистенцию там или как бы рабочего который он тебе это сделает и покажет то здесь вышла такая бы как бы ситуация она обо всем как бы так красиво рассказала так правильно мы может быть неправильно его использовали от незнания того как оно должно быть на самом деле поэтому вот такой вопрос как бы он и случился на будущее это инновационные материалы а без человека без человека нельзя брать потому что тогда но виновата если бы не было это в ходе вот такого проекта эксперименса для нас на бой то в такой бы ситуации наверное я была бы ответственная за этот процесс правильно я беру этот материал как бы команда которая работает и дизайнер должен знать но опять понимаешь как дизайнер должен знать то есть знаете новую продукцию как это делается это и результат отвечать но вот в этом бывает очень иногда и сложность нести ответственность не за знание вот я поняла что если бы я была дизайнером да например я бы не связывалась с новыми продуктами без ответственности клиента например тогда уже это понимаешь тогда что не дизайнер если ты не связываешься с новыми продуктами но все время хочется что-то новенькое использовать такую фактуру такое все равно себя нужно обезопасить конечно мне вот вот в данной ситуации она немножко другая я привыкла что я работаю с людьми у меня как-то люди на две категории делятся вот те которые понимают меня с полуслова и несут ответственность и которых у нас было в этом проекте 90 процентов да когда результат получился ну даже без того что мы над людьми стояли там они сами все классно очень сделали или люди которые относятся с какой-то полной безответственностью честно говоря для меня это был шок я думаю для многих вопрос что было с полом пол просто начал крошиться и слазить то есть мы ничего не могли с полом поделать и мало того он был залит достаточно прилично то есть уже и пол уже был в тот момент когда у нас были сделаны стены для того чтобы нам мы не могли заливать дальше потому что у нас двери не открывались ничего бы не происходило нам необходимо было снять там 10 сантиметров пола для того чтобы залить его заново то есть мы его просто приняли решение застелить, достаточно болезненное решение, потому что тоже, ну, не до конца было понятно, как это будет выглядеть, да, очень не хотелось этим портить ремонт. Но благо, что у нас тут, знаешь, все-таки я считаю, это ложечка дегтя. Ну, здесь еще, знаешь, что важно, ну, реакция, конечно, клиентов, когда не начинаешь там рвать на себе волосы, что делать, как это, стреляться, все ответственные, все гады, все это, а с таким позитивом, как мы посмотрели на эту ситуацию, ну, я меньше на эту посмотрелась позитивно, но от тебя шло позитивное такое, как бы, все решится, какие есть варианты, вариант А, Б, С, сколько стоит вариант А, сколько стоит вариант Б, давай посмотрим. Знаешь, я уже поняла, что в жизни как бы, ну, есть вещи, которые гораздо более важные, вот, чем на это убиваться. Оля, это понимается очень редко и у очень мало клиентов, потому что начинается вот этот шок, стресс, найти виноватого, переложить ответственность, как выходить, что, чего, кто будет за это платить, и поэтому оно, всегда ты работаешь каких-то, вот, в рамках право-лево, лучшее. Я думала, что у меня в этом проекте должен быть баланс, я прекрасно понимала, что у меня будет какая-то моя часть, которая, ну, как бы, все равно должна балансировать, потому что уж слишком много всего хорошего, ну, это, знаешь, законы такие, но я тебе скажу честно, я, как бы, и благодарна за этот опыт, потому что я все-таки это извлекла из этого опыт, что если я с чем-то новым связываюсь, вот так, человек должен за это отвечать. Это точно так же, как, знаешь, когда человек готовит торт, и он должен быть в 10 ярусов, то вопрос не только в ярусах, вопрос в том, чтобы человек, торт, это не 10 ярусов, это человек, который его собрал и поставил на стол, сдал его. Мы получили просто 10 ярусов, которые нам сбросили, и для меня вообще, конечно, ну, я даже не поняла, она просто выбросила свой материал, не желая нести ничего, не ответственности, ничего за это получать, поэтому, в общем, я благодарна, что все так. Но вообще, мне кажется, этот проект у нас удался, и, опять-таки, если бы мы делали... Сейчас опять на позитивные ноты. Если бы мы с тобой, нам надо было сделать ремонт всему этому дому, у нас было вот такое количество желающих людей поучаствовать в проекте, что мы могли бы отремонтировать весь дом. Так что давай об этом подумаем. Это Алина. Кто не в курсе, это Алина, которая нарисовала вот эти красивенные картины. Ты знаешь, что огромное количество людей написало уже везде, где только видели, о том, что картины просто бомбические. Да, я не ожидала, но очень приятно. Сколько тебе лет? 22. Сколько времени ты рисуешь? Вару. Пишешь картины? Три года. Три года. А почему? Потому что осенило меня. Осенило, захотела так заниматься. Как ты узнала обо мне, как ты узнала о проекте? Ой, я подписана на вас очень давно, со времен видео в машине. Со времен видео в машине. Я смотрела в сториз ваш пост и вот сразу же написала, даже не раздумывая. Вы мне сразу же ответили, что было неожиданностью вломы. Ты очень красивая работа, ты знаешь это? Мне не очень понравилось, я тебя сразу же выделила. У тебя очень классный стиль. Мне очень приятно. Мне очень понравилось и круто, что ты так быстро среагировала, сработала. Тогда тебе Лена показала, что нужно писать. Как ты? Сначала удивилась размерам, потому что их две и они большие. Но как-то потом все пошло по маслу. Легко они писались? Легко. То есть у тебя не было никаких коллапсов, не разливалось краска, ничего? Нет. Один раз там было суток с холстом, но это все тоже решаемо и как бы к срокам успели. Ты сама довольна своей работой? Да, очень-очень. Я влюблена в этот проект. Класс. Ну, спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Я оставлю контакты Алины опять-таки внизу. Обязательно посмотрите, зайдите на все ее работы, потому что она очень красиво рисует. Я, кстати, удивлена, что ты такая молоденькая, я почему-то представляла тебя постарше. Но я думаю, что у тебя большое будущее, мы еще побываем на какой-нибудь твоей выставке. Спасибо огромное. Рома, ну ты доволен? Очень. Нравится, что получилось? Да. Ты не пожалел, что тут твоя мебель? Нет, конечно. Мне нравится, когда моя мебель занимает красивый интерьер. Я, кстати, вас очень часто вспоминаю в выпусках сейчас, потому что мы сейчас часто сидим на стульях долго. И я могу уже сказать вам, исходя не из визуальной картинки и удобства, что они реально очень удобные. Очень. Вот это кресло, кстати, оно вообще очень классное. Но ты это знаешь, потому что ты тот сел. Расскажите мне по поводу того, что вас пригласили участвовать на выставку. Это правда? Мы отправляли заявку на участие в местных выставках за границей других стран. Ну и вот одна из них, собственно, вот мы сейчас готовимся с заявкой на следующий сентябрь на выставку в Париж. В Париж. И будем надеяться, что нас соберут. Хотя вас могут еще не отобрать? Ну да, там все просто век на хорошей основе. Принимают решения не Украина. Я уверена, что вас отберут на выставку в Париж. Честно. Вот вообще. Потому что кому как не вам быть в Париже. Так, ну вы помните о том, что у вас теперь появился шоурум в городе Киев? Да, конечно. И теперь, если, ребята, вот этим нужно пользоваться, если вы теперь хотите приобрести мебель у Ромы, у Ромпа, вы можете об этом изначально сообщать ребятам, чтобы вы тут не делали нам этой экскурсии, потому что экскурсии будут платные и дорогие. Но вы можете приезжать, на самом деле, и смотреть, если вам интересно приобрести эту мебель, можно опробовать. Мы будем только-только за. Спасибо. 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 Эдгар, ну ты у меня самый загадочный герой, потому что о ребятах я рассказывала, показывала. Расскажи мне, пожалуйста, Эдгар, автор нашего стола, как тебе вообще пришла вот эта в голову мысль ответить на сообщение о том, что мне нужен стол? Это с год назад, так за вами просто слежу, последние может года два-три. А до этого, оказывается, была аж солистка группы Гавана, вот, а где-то все... Сах и лето мат, слава, словно помню, да? Ты был моим фанатом? Да, были клипы по ОТВ. Я помню, когда-то в детстве она собирала на эту антенну, такую польскую, кажется, она называлась. Вот появился ОТВ, вот, я помню, была такая брюнетка, вот такой синий верх. Между прочим, верх остался, но это опять другая программа, хоть и второй сезон. Так, и то есть, тебе понравилось? А потом, оказывается, да, спустя 10 с лишним лет... Столик понадобился. Не-не, нашлись на YouTube, Instagram, т-т-т-т-т. Вот, а потом столик, это было у нас июль, да? Слушай, я не знаю, наверное, да. Ну, где-то так лет, в общем, середина, плюс-минус. Так, ну, расскажи мне о том, чем вы занимаетесь, чем занимается твоя компания? Инструментал-компания, то есть, мы занимаемся это из основного, это тянется с Василием Юрьевичем где-то с 90-х годов, это продажа инструмента профессионального и для деревообработки, и для стройки, и-и-и-и-и-и-и. Вот, так, вот сейчас основные направления по сей день, это, само собой, инструмент, это все, что касается деревообработки. Вот, то есть... То есть, вы работаете с частными клиентами, нет? Ну, участники тоже есть, но основной акцент, то есть, мы как оптовая компания работаем. Оптовая компания. Кому вы можете быть интересны? Давай, вот вы классные, я хочу, чтобы, возможно, вы кого-то нашли. Кому вы можете быть интересны? Любой человек, который зарабатывает деньги инструментом, ну, соответственно, человек уже не может пойти на базар, купить там какой-то дрель, шуруповерт за 200-300 гривен. То есть, вы продаете профессиональный, хороший инструмент. Да, то есть, мы дилеры, все компании, которые мы представляем в Украине, они официально есть в Украине, мы являемся их дилерами, мы являемся их сервисом, само собой. Вот, поэтому и гарантия, и дальнейшее обслуживание – это все к нам. То есть, вы продаете качественное оборудование? Да, исключительно. Так, что вы делаете с вот этим качеством? Мы, когда увидели вообще этот стол первый раз, мы вообще обалдели от качества этого дерева, оно такое… Слушай, я подумала, что это просто приехала к нам шикарная Италия по цене моего Порше. Да, то есть, директор наш Василий Юрьевич, он фанат дерева, то есть, у него это по роду тянется любовь к дереву, вот, есть два у него производства, одно делает либо паханажное изделие, либо изделие, вот, как столы, стулья, двери, окна, ну, то есть, масса изделий из дерева. Так, соответственно, есть станки, в основном, шведские, вот, ну, либо макита наша, японская, вот, ту, которую мы продаем. Вот, это связано с деревообработкой. Вот, и второе производство – это клееный брус. Вот, его берут либо коммерческие сельхозпредприятия, либо берут те, кому надо, и мы же занимаемся постройкой домов, бани, беседок и так далее. То есть, если людям, кто нас смотрит, нужно что-то из дерева, то к вам можно обращаться. Вот, дома, мебель. Да, так и готового изделия, так и полуготового. Супер. Ну, я могу от себя сказать, что вот все, кто у нас был, ребята тут не дадут обмануть. Это очень качественно, очень круто, и, ну, я бы однозначно, если у меня будет в будущем что-то связано с деревом, я однозначно буду к вам обращаться. Спасибо огромное, это реально очень круто, ребят. Я от всего сердца буду вас всегда рекомендовать, всем абсолютно. В общем, мне повезло, что я была в группе Гавана, и ты смотрел мои клипы, потому что сейчас я прям, на этом столе могу лежать. Катя, видела. Да, на фотосессии я залезла на этот стол. Спасибо. Саша, ну, скажи мне, ты доволен? Я очень доволен. Тебе нравится, как стал на мебель? Да. Получилось круто, потому что я очень хотел посмотреть, как вживую смотрятся наши новые изделия. В том плане то, что они только начали появляться в новых интерьерах, и я очень рад тому, как вот особенно некоторые изделия из нашей новой коллекции идеально сюда вписались. Вот та тумба, которая под телевизором, это именно то, что должно было там стоять, как по мне. Вот, ну плюс все остальные вещи, допустим, я держу стеллажи и полки, вот как Лена говорила, то что тут получился элегантный лофт. И мне очень нравится, насколько оно все-таки легко и красиво дополнило все, ну, как бы, дополнило все пространство. Слушай, а мне как нравится сказать мне тебе. Слушай, а как вот гордость испытываешь за свои изделия, когда вообще вот видишь их в пространстве? Есть такое? Какое ощущение? Мне нравится то, что я даже когда иду по городу иногда и заглядываю в окна, я могу увидеть там свои изделия. То есть я могу идти, например, в центре по Крещатику и буквально это было недавно, когда я шел и видел в окнах офисов наше изделие. Это было очень круто. И мне нравится то, что можно в любых интерьерах это увидеть, потому что настолько универсальные изделия выходят, что они дополняют много разных интерьеров. То есть не только модные лофты или там не только что-то совсем минималистичное, а действительно можно увидеть в совершенно разных стилях, но нашу же продукцию и это очень круто. Потому что удалось сделать что-то такое достаточно универсальное, которое и по форме, и по стилистике еще долгое время будет как бы людям очень помогать. Мне очень нравится, знаешь, что я сейчас с кем-то общаюсь где-то там, как-то выставляю фотографию. И очень много получают людей. О, это же Дроммель, блин, у меня там что-то есть. А, Класс, я тоже такое хочу. У меня, блин, у меня такое в списке желаний. Мне очень нравится, что вы вот настолько уже становитесь вхожи в каждый дом и для людей таким становитесь очень родным брендом. Мы остаемся с нашей же философией, что мы производим изделия серийно. Потому что тогда мы отвечаем и за сроки, и за качество. Максимально, ну, мы сохраняем эту философию. Но мы понимаем, что у нас очень много запросов, и мы хотим людям помочь сделать в том же дизайне, в котором мы создаем нашу продукцию, но сделать уже непосредственно то, что должно им встать куда-то в нишу, например, или куда-то, куда по тем или иным причинам что-то не помещается. И мы подготовили правильную инфраструктуру и сделали целое новое направление в нашей компании. То есть мы его назвали Dromel Select. Это как отдельное новое направление индивидуальных изделий. Вот. И да, и теперь мы можем создавать что-то оптимизированное, что-то другое, чем мы делаем нашу продукцию серийной. Хорошо, но мне интересно будет с тобой поговорить об этом спустя какое-то время. Вот с точки зрения бизнеса, да, потому что как бы как идея для людей, опять-таки это очень классно, у нас сегодня вообще бизнес для людей, он очень удобен. Вот с точки зрения предпринимательства будет интересно узнать, насколько это рентабельно, но я не могу не упомянуть и не выразить тебе благодарность продолжение Эдгара, потому что этот стол, он создавался у вас как в коллаборации в такой, да, то есть ваши как бы все низы, ножки, вот крепежи и Эдгар, который занимался больше деревянной частью. Вот это вот мучение, насколько было тяжело. У нас, когда пришел стол, ребята, рассказываю всем, в общем-то, из-за чего все затянулось, мы решили, что неплохо было бы его расширить, что нам хочется, чтобы он был больше. И вот вроде такая простая абсолютная вещь, когда, ну, типа, сделать больше, это нужно было все не просто увести и сделать дерево больше, а еще нужно было какие-то крепежи, да, поменять. Конечно, металл полностью переделать нужно было, да. Насколько это вообще такая геморрная вещь? Ну, вот как раз потому, что мы уже эту инфраструктуру отстроили, то это не составляло нам труда. Во-первых, мы создали совершенно новые изделия в плане опора технок, на которых мы, ну, мы такого не делали раньше. Но именно из-за того, что у нас уже есть такая возможность и техническая, и есть все на эти ресурсы, поэтому мы без проблем это сделали, и получилось, по-моему, потрясающее изделие. Очень классное. И изделие получилось супер. И как же я рада, что вы решили создать теперь такой селект, вот потому что иначе я, наверное, божидала это все еще 10 лет. Ну да, да, поскольку вот и в нашем случае мы изначально специализировались на серийной продукции, поэтому всегда у нас была цель – это минимальные сроки. Соответственно, и с этим столом получилось так же, что мы уже имеем правильную инфраструктуру, смогли в очень кратчайшие сроки сделать это новое изделие, которое с первого раза получилось очень хорошим. А остальное уже, даже доделки, тоже заняли вообще, ну, буквально несколько дней. Круто. В общем, я в очередной раз с удовольствием рекомендую ребят, потому что они классные, они модные, они стильные, мобильные. Вот знаешь, это вообще мой самый большой мой сейчас праздник, что ты общаешься, у тебя нету ни с чем проблем, нужно поменять, сделать, окей. Это все быстро происходит, поэтому ремонт, ребята, есть шансы, что в скором времени перестанут быть катастрофой, вот, и станут очень мобильными, подвижными. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Спасибо тебе большое. И тебе тоже удачи. Это круто. А мы еще будем много, я думаю, с тобой вместе всего делать. Класс. Yes. Я бы хотела сказать еще несколько слов о тех людях, которые сегодня не смогли попасть, или тех людях, которые просто принимали участие. Во-первых, это Сергей, который сделал мне один из первых шикарных жалюзи в мой кабинет, деревянный, я их уже использую пару месяцев, я очень довольна, и такой очень прекрасный, замечательный человек, поэтому Киев, реагируйте, если кому-то нужны какие-то системы, которые защищают окна, жалюзи, ролеты. Обращайтесь к Сергею, он очень классный, я уже говорила, что все контакты оставлю внизу, поэтому его от души могу порекомендовать, потому что это был позитивный опыт. Хочу сказать спасибо компании LALET.com.ua, это компания, которая предоставила мне большой дисконт для заказа ламп, вот системы такие, которые сверху с прожекторами освещают наш зал. Спасибо большое девочке, у них очень большой выбор светильников, поэтому тоже можете обращаться. И, конечно, огромная благодарность компании FINA, вот прекрасные вот эти кресла и мой вообще мега суперудобный диван в кабинете. Они делают дизайнерскую мебель, мы обязательно на скорость делаем спецвыпуск, и вы увидите вообще, какую красоту они выпускают. Сейчас они находятся во Франции на выставке, поэтому не смогли приехать, к сожалению. И вот эти шикарные светильники над столом, они просто нереальные, они изготавливаются вручную. Обязательно тоже обратите на это внимание. Мне безумно приятно, что такие талантливейшие люди и компания сегодня являются частью моего офиса. Ну и, конечно, немножко о негативных моментах. Хотелось бы сказать, что мне, к сожалению, не повезло с компанией, которая изначально взялась делать ремонт. Я ничего не могу сказать позитивного. Нам испортили некоторые вещи, нам пришлось переделывать некоторые вещи. И, в общем-то, такой опыт тоже бывает. И то же самое касается полов, которые, к моему сожалению, неправильно в результате были залиты из неправильных материалов. Каждый начал говорить о том, компания, которая их заливала, с компанией, которая предоставляла супучие материалы, что все были неправы. Этот опыт тоже бывает. И, в общем-то, мы его решили, безусловно, все эти проблемы. Но я, опять-таки, всегда все стараюсь воспринимать как опыт. И, в частности, в данном случае я понимаю, что в большей степени мне повезло. Поэтому, так или иначе, спасибо всем, кто был к этому причастен. Ну, а мы продолжаем веселиться.